И к другим новостям. В Республиканском пенсионном фонде думают, как упростить процедуру оформления сертификатов на получение материнского капитала для крымчан. Деятельность в этом направлении контролирует лично Сергей Аксенов. Поддержку главе республики оказывают как на уровне государственной власти, так и в Главном управлении Пенсионного фонда России. О том, что следует знать при оформлении материнского капитала, а чего напротив опасаться, выяснял Егор Петрунин. Еще в начале недели глава Крымской республики Сергей Аксенов и председатель правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов решили, что переводить свидетельство о рождении с украинского языка на русский не нужно, а с очередью ФМС и Пенсионном фонде необходимо разобраться. Тем не менее, ФМС все еще требует от крымчан нотариально заверенные копии документов на русском языке, а это усложняет работу в отделах регистрации рождения на полуострове. ФМС от комментариев пока воздерживается, а в Пенсионном фонде надеются, что уже в скором времени сами смогут регистрировать в российских паспортах данные о детях крымчан. Такое постановление может появиться уже в конце этой недели. Клиентские службы этого ведомства от этого бы только выиграли, так как проблемы работы здесь много. График работы понедельник, воскресенье. То есть 7 раз в неделю принимаем с 8 до 20.00. Есть, конечно, пока одна проблема. Пенсионный фонд Российской Федерации знает об этой проблеме, пока не полноценно работает программный комплекс. А тем временем, пока материнский капитал в Крыму пока даже еще не доступен в качестве выплат, в Симферополе уже появились предприимчивые товарищи, предлагающие помочь им распорядиться. Такие объявления можно встретить повсюду. Посредническая организация оказывает платные услуги по распоряжению материнским капиталом. Ссылается при этом на федеральный закон, в котором предусмотрен перечень организаций, способных выдавать займы под это пособие. Например, на покупку жилья. Узнать, что именно предлагают посредники, мы решили лично, перезвонив по номеру из объявления. Мы подготовим вам пакет документов для регистрационной службы, договорку при продаже между вами и Казахстан. Наш специалист сопроводает вас в регистрационную службу. И мы на счет мамы перечисляем эти деньги по размеру материнского капитала 453 тысячи рублей. Деньги перечисляем наши. Поэтому наши услуги оцениваются за все это 50 тысяч рублей. Тем не менее, пока крымчане в большинстве своем предпочитают идти проверенным путем. Ирина Голышева впервые обратилась в клиентскую службу пенсионного фонда республики. У дочери двое детей. А как получить полагающуюся помощь от государства, в семье не знают. Хотели даже звонить по такому же объявлению у подъезда. Но вовремя передумали. Я только сегодня искала вот этот пенсионный фонд. И на столбе на улице Дмитрия Ульянова было объявление. Как бы у нас вот есть место, где мы должны сюда приходить и получать свою помощь и консультации. А все, что на столбе, я уже проходила, называется. Это мошенники. Потому что оформить сертификат на получение материнского капитала нет необходимости обращаться в какие-то дополнительные организации. С правовой точки зрения, объясняют юристы, не стоит рисковать лишний раз, доверяя свои деньги посредникам, так как не все из них играют по правилам. Здесь надо смотреть очень внимательно и быть осторожным. Потому как любое действие может быть расценено как состав преступления уголовного. И потом за это можно принести наказание. Не в отношении вот этих посредников, да, в отношении мамы, грубо говоря, потому как она отвечает за эти деньги. По данному факту Министерством внутренних дел по Республике Крым в настоящее время проводится проверка. По результатам данной проверки будет дана правовая оценка действиям данных лиц. И будет принято соответствующее решение согласно действующему законодательству. В пенсионном фонде Республики призывают крымчан не доверять таким объявлениям. Так как для того, чтобы оформлять или распоряжаться этим пособием в Крыму, никаких денежных вложений ни на сегодняшний день, ни в будущем не потребуется. Егор Петрунин, Алексей Романов и Денис Тищенко. Время новостей.